Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня речь пойдет о том, какие же психотипы могут изменять, да, а какие, наоборот, достаточно верные. И, в общем-то, что хотелось бы сказать. Надо не только здесь понимать, что там, допустим, они изменяют, ой, какие они плохие. Нужно понимать мотивацию данных типов личности. И, несмотря на то, что сама измена, конечно, по себе это фактор нежелательный, с точки зрения психологии и даже какого-то философского момента, интересно задуматься, почему происходит сама измена, да. И, в зависимости от типа личности, эти причины могут быть разные. Ну, например, смотрите, если изменяет эпилептоид, то причин может быть несколько. Для эпилептоида очень важно, это, соответственно, девушка, которая послушная, как правило, или мужчина, если женщина эпилептоидка, да, здесь разницы нет, гендерный. Очень важно для эпилептоида наличие именно более, так скажем, податливого партнера. И в постели тоже. И если эпилептоид в постели не чувствует этот контроль и комфорт, то, естественно, это будет сподвигать его, искать какие-то моменты на стороне. И контроль ещё в чём очень часто эпилептоидов? В необходимой частоте. В необходимой частоте половых связей. То есть, чаще всего, я могу сказать, у мужчин эпилептоидов измены происходят, когда, грубо говоря, у женщины болит голова. Но здесь надо понимать, что эпилептоид очень неизобретателен в своём сексе. И как бы всё там будет обычно, да. И секс будет у вас такой, ну, как бы совершенно стандартный. И, возможно, он не будет специально стараться как-то продлить половой акт, сдержаться. То же самое женщина. Для них половой акт – это равно разрядка, понимаете, сама, сексуальная. То есть, они стремятся к сексуальной разрядке в половом акте. То есть, не наслаждаясь, так скажем, самим процессом в целом. Это очень характерно для эпилептоида. То есть, ну, для него это фактически как сходить в туалет. С одной стороны, если рассматривать женщин, как правило, у них нет, есть данные, что у них, ну, меньше у женщин эпилептоидок, проблемы с саргазмией и так далее. С другой стороны, конечно, тут партнёрам приходится тяжело. Потому что, вроде бы, секс должен быть по первому требованию, грубо говоря, чтобы угодить эпилептоиду. А с другой стороны, он уже совсем скучный и серый. Поэтому, соответственно, возникают разногласия. Если партнёр какой-нибудь шизоидный или ещё там какой-то может требовать от эпилептоида, там, истерички требуют и нарцисски какого-то места, да, очень важно для них место. У эпилептоидов, соответственно, такой потребности нет. И, ну, если он замотивирован, он будет за это, так скажем, платить и будет стараться. Если он не замотивирован, он, соответственно, будет, возможно, даже искать какие-то связи на стороне. И так как эмоциональная сфера эпилептоида погашена, он не будет из-за этого чувствовать, так скажем, угрызение совести. Это не психопатия, имейте в виду, ну, просто он не такой чувствительный, да, как, допустим, эмоциональный, его или тревожный, его совершенно не будет смущать сам факт измены. То есть вспоминая, как бы, как сходил в туалет, разрядился и дальше, соответственно, живёт своей какой-то обычной жизнью, да. Вот это почему может изменять эпилептоид, то есть по совершенно таким бытовым, банальным причинам. Итак, следующий психотип, который изменяет, это, соответственно, паранояльный. Паранояльный может изменять вот по каким причинам, опять же, по нему всё коротко, не так сказать, чтобы у него много, так скажем, каких-то было потребностей экстравагантных. Это, опять же, те же самые причины, так как паранояльные с эпилептоидами местами очень похожи, похоже это не значит, что где-то там одинаковы. Ну, то есть это либо отсутствие и необходимость какой-то сексуальной разрядки, вот, когда женщина по какой-то причине решила не спать с мужчиной, или, как очень часто бывает, мужчина решил не спать по какой-то причине с женщиной, такое тоже может быть. И, соответственно, тогда паранояльный или параноялка, что вообще паранояльная женщина, редкость на самом деле очень большая, но всё может быть. Так вот, кто-то из них будет, соответственно, искать на стороне этих связей. Но самое главное надо понимать, особенно в случае с паранояльной женщиной, и все вот эти вот вещи, особенно когда женщина добивается каких-то денег, которые ей нужны, ну, допустим, у неё сверхидеи, уже женщины очень часто сверхидеи могут формироваться вокруг их детей. И она может чрезмерно как бы любить ребёнка, иметь какую-то паранояльную акцентуацию, да, или просто психотип, ну, по-разному бывает. Но использовать секс как инструмент достижения этих материальных благ, и вот вам, пожалуйста, измена паранояльной женщины будет налицо. То есть она запросто может встречаться с тремя, с пятью, с десятью мужчинами. Каждому мужчине говорить, что он один-единственный, и получать с этого какие-либо бонусы, дорогие друзья. Поэтому, соответственно, паранояльный запросто ради достижения какой-то своей цели, своей выгоды, ну, надо понимать, что здесь в корне лежит их цель, не просто деньги, да, там, именно цель. Поэтому вот ради этой великой выгоды они, соответственно, способны на многое. Дорогие друзья, следующий, как бы не психотип на самом деле расстройства личности, но для упрощения, многие русские авторы уже стали называть это психотипом, да, я сейчас о нарциссическом расстройстве личности. И некий нарциссический спектр может присутствовать в норме, и вот сейчас уже обсуждается, что будут DSM, да, и, соответственно, свежий, может быть, кто-то там хочет включить какой-то, грубо говоря, вялый спектр нарциссизма в тип личности, просто приравнять его, да, то есть, чтобы, соответственно, как-то где-то найти эту градацию, так условно назовем в кавычках нормального нарциссизма. Многие об этом говорят просто по той причине, что считается, что, ну, как бы в норме, очень много нарциссов в норме, то есть, когда они сильно не вредят окружающему себе, но, тем не менее, вот эти вот, так скажем, в маленьких количествах все равно присутствуют, да, особенно построение окружающего мира вокруг собственной самооценки, восприятие, да, окружающего мира через свою самооценку присутствует, поэтому это как бы все-таки нарциссизм, но там в слабой форме, потому что остальные признаки не проявляются. И в ДСМ пока этого нет, поэтому, ну, наверное, что, я не знаю, как правильно, пишите, если вам понятно, мне нравится для общего понимания все-таки, когда я в таких общих чертах называю нарциссизм психотипом. Если, соответственно, давайте голосовать, если за расстройство, это более научно, давайте называть это расстройством. Вот, то есть, пока, пока современные данные, которые у меня есть, они не позволяют называть все же нарциссизм полноценным психотипом, хотя с точки зрения прикладной психологии проще всего делать так. Заболтался. Нарцисс изменяет по нескольким причинам. Это поиск новой жертвы, и тогда, как правило, он не копит. Вот так вот надо понимать, что нарцисс, он не будет распыляться совсем сильно, да, потому что он все-таки должен контролировать свою психоэмоциональную энергию. Поэтому, соответственно, нарцисс, он не копит вот этих вот много жертв, потому что на жертву, на конкретную, нужно много тратить время, чтобы ее обработать, прочее. Жертва, как правило, у него такая шоколадная, классная, она одна. Она является женой, сожительницей, или сожителем, или супругом. Не забывайте, дорогие дамы, кто меня смотрит, я понимаю, что вас там очень сильно обидели и прочее, но не забывайте, что нарцисс это не гендерная принадлежность. И чтобы, если вы не хотите, чтобы это повторилось в жизни, проанализируйте не только своих там будущих супругов или партнеров, но и подруг, не являются ли они нарциссками. Потому что, если вы со-зависимые, и вы уже попадали на такие отношения, то это говорит о том, что у вас могут возникнуть, и, соответственно, точно так же проблемки с вашими подругами и нарциссы, они слетаются на со-зависимых людей, вот, как мухи на мед. Поэтому, соответственно, давайте следите за этим и шире смотрите на данное расстройство личности. Для чего изменяет нарцисс? Помните, про самооценку я говорил? То есть, я на самом деле не зря заостряю здесь внимание на всем, вообще мои видео даже взаимосвязаны, вы можете отследить некоторые моменты, детали, я всегда проговариваю новые детали. Вот, как сейчас психотип я проговорил, и, соответственно, расстройство личности, подчеркнув, какие моменты и путаницы могут с этим возникнуть. И, в общем, в чем суть? Нарцисс будет изменять, потому что у него дома сидит серая мышка, или серый мышь, у девушки сидит такой послушный хомяк, который таскает ей туда какие-нибудь вкусняшки. А, соответственно, для того, чтобы реализовать самооценку, нужен еще какой-то истероидный такой, или даже нарциссический партнер, с которым мы будем где-то выгуливаться, которого мы будем как красивую сумочку презентовать, презентовать, или, как это у женщин очень часто бывает, это может быть богатый любовник, с которым она где-то будет ездить, может быть, который ей будет даже оплачивать просто, например, знал прям таких девушек, есть богатые любовники, они оплачивают курорт, и, в общем-то, все хорошо. Она едет на курорт, делает фотки разные, они там с ним спят, она возвращается потом в Россию к мужу, и все у нее хорошо. Вот. Поэтому, соответственно, здесь с нарциссом так. Вот. Варианты все равно через самооценку. Поймите, что это не просто некрасивый какой-то партнер, это партнер, который не дает подпитки для самооценки, но является ценным ресурсом. Вот ресурсный партнер сидит дома, и нужен еще один, который еще дополнительно подпитывает чем-то самооценку. Поэтому нарциссы изменяют. Измены нарциссов, все на них натыкаются, это прям такая очень, так скажем, популярная тема. То есть нарциссу может быть даже стыдно за своего партнера, что он пошел куда-то в кино, и их кто-то вместе увидит, да, может быть даже более какие-то красивые, по его мнению, люди, еще что-то. И, соответственно, он, как вам сказать, ну, вроде как опозорится. То есть такие мысли и страхи у нарцисса. Поэтому, как бы, здесь нужно это учитывать. И, ну, во многих ситуациях, понимаете, вам кажется, что это, возможно, инфу никак не применить, но на самом деле нет. В аналитике и в построении взаимоотношений, даже каких-то легких манипуляций с нарциссом, если это необходимо, это можно применить. Кстати, нарциссы очень падки на яркий макияж. Лайфхак вам, девушки, вообще на все внешне, на внешнюю атрибутику. Так что он может начать вас по-новому воспринимать даже просто из изменения вашего стиля, который, возможно, вы можете зачастую, понимаете, женщины воспринимают это как кучу трат, кучу денег, но нарциссы, они глубоко не погружаются, поэтому для него будет важно не то, насколько вы там косметикой вот этой всей пользовались, дорогой и прочее, а насколько вы создали эту внешнюю мишуру, да, какую-то яркость. То есть нарциссам нравятся истерички. Нарциссам нравятся истерички. Поэтому, соответственно, вот вспомните, как они выглядят, истерички. Они, может быть, выглядят недорого, но ярко. Ну, любят нарциссы так немножко вот, ну, типа, чтобы вот это вот подвинуть, это было поведнее. Ну, тут надо понимать, что вы еще должны, конечно, оставаться в роли ресурса. Но да ладно, едем дальше. Гипертим. Почему изменяет гипертим? Ну, все на ходу, секс на ходу, жизнь на ходу, все на бегу. Гипертим поэтому может и изменить, чисто потому что, как бы, ну, все это очень-очень быстро. Все, мысли, секс, часто у них там групповой какой-то секс, еще какой-то секс, просто потому что куча мыслей, куча всяких, ну, тусовок общения, и он, как бы, не останавливается, да. Это такое бесконечное движуха, в которую бывают вовлечены вот так вот кто-то на ходу. Или по той же причине он может реально не изменяться, ну, просто потому что движуха другого типа идет. Истерики изменяют. Ну, как вам сказать, истерики изменяют, на самом деле, ну, достаточно, ну, так скажем, здесь уже такой фифти-фифти будет, да. То есть нельзя сказать, что он какой-то супер особый изменник. Но если там нет нарциссизма, если там чистая истерия, какой-то особенной потребности у истерика или даже у истерички не будет. Если вы, конечно, тоже, не забываем про самооценку, если вы даете все со стороны самооценки, то есть хвалите истерикой и так далее, или истеричку, она должна получать внимание у женщин, внимание у истеричек в современном мире очень сильно прикручено к деньгам, поэтому тоже не забывайте этот момент, дорогие мужчины. Девочкам и истеричкам надо давать денег. Если вы не будете давать денег девочкам и истеричкам, девочки и истерички будут как минимум вас изменять, а возможно, и перестанут с вами спать. Вот. Значит, что еще? Шизоид, непредсказуемая хрень, но вряд ли он вообще будет специально изменять. Вот. Значит, ну понятно, что тревожный не будет изменять, эмотивный не будет изменять. Вроде всех обговорил. Пишите, кого не обговорил, дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и да пребудет с вами здоровье, а я вас всех жду на своих онлайн-консультациях. Субтитры сделал DimaTorzok